Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем. И продолжая тему студенчества, к нам в студию присоединилась еще одна яркая представительница студенчества. Да, мы рады представить Людмилу Аргунову, студентку СВФУ, а также она заместитель руководителя молодежного клуба отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия, член регионального совета отделения. Доброе утро, Людмила. Ну, расскажите нам немного, да, вы обучаетесь, а, во-первых, с праздником, простите, поздравляем с праздником, для нас, Дима, это уже далеко, от нас уже далеко, к сожалению, да, направление экологии и природопользования эколого-географического отделения Института естественных наук. Как вы выбирали себе профессию, да? Да, до седьмого класса я думала, что у меня больше всего, как бы, амбиции уйти в творческую какую-то деятельность, не знаю, в творческую культуру или агики, но после того лета, в 2011 году, я поняла, что все-таки экология, оказывается, мне очень близка, а так как в то время в нашей школе был летний лагерь, на базе которого открылся экологический отряд под, так сказать, руководством Центра экологического просвещения Эйге, Республики Саха-Якутия. Вот, и мы в то время ездили в экспедицию на озеро Усунабе, которое находится в Тулгенке-Дямском наследии, занимались различными изучениями, проводили экологические акции. Далее я начала участвовать в олимпиадах, всевозможных научно-практических конференциях по экологии, где встречала своих будущих преподавателей кафедры, с ними знакомилась, общалась на тему студенчества. Вот, и меня эта идея просто заинтриговала, и седьмого класса я уже целенаправленно шла на одно отделение, в один ВУЗ, как бы, в одну группу. Здорово. Ну, ты же активистка, и помимо студенческой своей работы, так сказать, учёбы, да, ты занимаешься ещё чем-то, чем конкретно? Вот, как вы уже сказали, что я являюсь заместителем, руководителем молодёжного клуба Русского географического общества. Мы проводим различные акции регионального, всероссийского уровня. Прошлым летом, в августе месяце, мы провели слёт молодёжи РГО Сибири и Дальнего Востока. Мы встречали 20 гостей, 4 с нашей исполнительной дирекцией, с Москвы, вот, и провели занимательные мастер-классы, так сказать, ну, обучение деятельности МКРГО, познакомили их с нашей культурой, с нашими главными достопримечательностями Ленские столбы. Вот, в общем, у нас организация занимается экологическим просвещением, просвещением в области географии, патриотизма, потому что русско-географическое общество, это достаточно, ну, старинная организация, можно сказать, и состоять в ней это очень большая честь. А вот вы только на третьем курсе, да, сейчас, и как давно попали, вот, именно, да, в русское географическое общество, сразу после школы. В региональный совет, так сразу, да? Да, так случилось, что я во время школьной жизни познакомилась с одним студентом, его зовут Рома Григорьев, он тогда учился на втором-третьем курсе той же самой кафедры, вот, и когда он узнал, что я поступила по доводительным зачислением, как бы с высокими баллами ЕГЭ, в то время им не хватало участников экспедиции, вот, и он тогда пригласил меня за три дня до выезда, сказал, РГО, экспедиция, так, а что такое РГО? Он говорит, русско-географическое общество, и буквально на днях я смотрела свои старые записи, и я помню вот тот самый день, тот самый блокнот, где я расшифровала РГО, как бы чем мы там будем заниматься, я занималась там лимнологией, у нас экспедиция проходит на территории Ханглазского улуса, на территории природного парка Ленские столбы, вот, и по сей день мы занимаемся вместе в той же команде, и занимаемся экологическим просвещением, мастер-классами для школьников Ханглазского улуса, получается, в этом году будет пятый сезон школы, вот, и ни одного я еще не пропустила. У нас впереди какие планы? Впереди планы, конечно, третий курс, это уже такая финальная практически пора, потому что у нас бакалавриат, 4 года обучения, вот, я собираюсь этим летом, так сказать, ну, набирать материал для областной квалификационной работы, вот, в области экологического просвещения, работы детских лагерей, как бы, чтобы, не знаю, выпустить какое-то методическое образование, ну, так сказать, методическую по ведению экологического отряда. Людмила, огромное спасибо, что пришли к нам этим утром в студию, мы желаем вам только успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз. Спасибо.